Точка, лагерь, она сделана только ради того, чтобы вы могли южтировать или проводить свои GPS-приборы, что они бьются точно в том же датуме и так далее. Потому что для тех, кто не знает, что это есть проблема, надеюсь, никогда не узнают. Но на всякий случай проверить свои GPS-приборы, что они работают корректно, нет погрешностей, не надо делать поправку в 150, 200, 300 метров или другая страна. Точка L находится так. Она нанесена L краской на дереве и она у вас как старт-финиш. Она не обязательно для взять, это для того, чтобы вы могли проверить свои приборы. Я вас приветствую на очередном 14-м Тихоход-квесте. Это 14 лет подряд каждую зиму рядом с днем рождения провожу для вас, друзья. Это мероприятие. Всегда очень рад, что вы приезжаете в этот прекрасный лес. В любую погоду, что слякой, что в минус 30, действительно очень приятно для вас каждую точку делать. То есть каждую точку, которую ставим, обычно продумываем, как ее можно взять, можно ли ее взять, какому классу и так далее. Для туристов особенно. Вот здесь мы поставим точку. Почему здесь? Тут ничего нет. Посмотри на землю, что там. Ягоды должны расти, точно. Вот они запомнят, возможно, летом приедут, поедят ягоды. Знаешь, что вот до Киева, тут просто их до хрена. Если не вытопить, в этот раз их много. Не, не, мы ставим скроечку. Точно так же есть хорошие места, там, джерела, есть озера, есть просто интересные, красивые для плитника, да, косули и так далее. С местными пользователями леса, то есть с лесхозом, с охотниками, они в курсе, они максимально должны быть лояльны. Лесникам, в принципе, пофиг, они, главное, чтобы не ездили по культурам, так называемые. Что такое культуры? Культуры – это любой вспаханный участок в лесу, там посажены деревья. Даже если их не видите, они крохотные, но они там есть. В этом хозяйстве, Клавдивское лесничество, здесь максимально круто следят за лесом. К сожалению, законодательство не сильно позволяет вырубать лес вот такой вот пораженный короедом, но они стараются максимально его очистить. Вы увидите участки, где вот такие вот буреломы страшные. Там КП, да? А? Там КП. Там есть точки, да. Или рядом. Это поражено короедом, в принципе. И очень большая просьба, ни одной точки нету на делянках, так называемые. Ни одной точки там нет. Через них ехать, сокращать дорогу, я вас прошу, тоже не нужно. Это чужой труд. Каждое дерево – это вот человек физически копает и садит. Если его сломать, ему придется делать это заново. Ну, то есть чужой труд надо уже. Они всегда очень рады, что после нас не остается мусора. Надеюсь, никогда больше, ну и не будет такого, чтобы осталось. Мы тоже за этим следим. И рады нас здесь видеть. Потому что некоторые дороги, которые у них были непроходимыми, случайно становятся проходимыми. У них появляются новые дороги. Они даже не знали, что так можно было. И в принципе в этой местности лесники, егеря, там местные жители многие говорят. Блин, вот эти джиперы там. Ты бачил, вот там вот проехал. И такие, ой, а то я в овраг. Короче, мы здесь целый портфер создаем на самом деле. Но при этом я вас очень прошу, делянки, маленькие сосенки, которые вот поскладаны, ломать нельзя. Если точка у вас стоит в гущаке, то есть там подлесок, вот такие деревья, кусты, кусты можно ломать. Они вам даже спасибо скажут, маленькие деревья между них. Потому что это подлесок, его в принципе надо даже убирать, чтобы культурный лес мог расти. Дальше. Речки. Господа, речки в рот брать нельзя. Река глубока, течение есть, даже если вы не видите подо льдом, я вас уверяю, оно там есть. Но там тоже есть, но глубже от льда, значительно. Поэтому лучше объезжайте, не надо ехать по льду. Лед в том, где. Я в одном месте, если вы туда поедете, увидите, вот как бы так вот почти, но не поеду. Передние колеса уже были там. Остановиться не могут. Трасса. Сейчас снег очень скользкий, особенно на лесных дорогах. Поэтому, если вы планируете маршрут, штурманат, дуйте в уши пилотам, говорите, будем поворачивать. И он должен сбросить скорость, да? То есть, или какую-то свою систему передачи информации. Потому что улететь куда-то не туда, на такой скользкой дороге можно. Хлюс дельфины. То есть, дельфины, это вот такие бугорки. На снегу их почти не видно. Вот с Катей мы вчера... Дельфин у нас свой есть. Хотя ехали не особо быстро. По поводу правил дорожного движения в лесу. В первую очередь, ваши все движения должны быть предсказуемы. Если вы рядом с другим экипажем. То есть, поворотники, если вы рядом с кем-то, показывайте, чтобы люди понимали, куда вы хотите. Сложно себя контролировать в лесу, но постарайтесь. На всех перекрестках в лесу действует одно единственное правило. Все дороги главные. Вот, но... Помеху справа никто не понял. Помеху справа нужно пропускать. В том числе, если это не экипаж. Просто так бывает, заехал... Грибники там. Грибники. Теперь дальше. Кто у нас еще сегодня в лесу, кроме зверей? Называется, бережите зверей от егерей. У нас в лесу здесь проходит охота. Она уже прошла большую часть. И они будут перемещаться. Но если вдруг вы случайно увидите убиенного зверя, не забирайте его, пожалуйста. Тут ходит легенда, что кто-то из джиперов его спер. Один раз. Он, слава богу, неизвестен. Надеюсь, больше никто не будет известен. Но постарайтесь оставить дичь охотникам. Они так старались. Да. Зверей не обижайте. Хоз очень много. Просто в этом году их вообще просто тьма тьмущая. Два лося. Есть фазаны, есть олени, есть кабаны. То есть зверя здесь прилично. И они здесь, здесь хорошая охрана, поэтому они не сильно шуганые. И могут перебегать перед вашей машиной, остановиться еще такой... Переход пешеходный, нельзя. Поэтому аккуратненько созверяйтесь. Самое главное, чтобы не нападали. Есть одно место, в точке ТР-3, где кабаны будут не рады вас видеть. Но... А забирать с собой... С луками резину резать не будут? Забирать с собой не будут. Я договорю на двоем. Но, надеюсь, они в этот раз там не будут. Дальше. Если вы видите, что перед вами канава, или какой-то ров, который вы реально не можете преодолеть, или сооружение и так далее, не нужно испытывать судьбу и его преодолевать, не рассчитывая свои силы. Потому что эвакуация возможна только после завершения всех процедур, когда уже все разъехали, все награждены. Только после этого я смогу приехать и вам помочь. Или кто-то из участников согласится это сделать. Если вы видите, что стоит охотник с ружьем, у вас на пути, объедьте, причем желательно в ту сторону, куда он ружьем не направляет. Если он стоит, упершись в точку, подождите, он уйдет. А если охранит точку? Дальше. Что касается точек. Классическое взятие точек у вас будет касание краски, в которой нарисована точка. Краски, еще раз повторяю, краски, не закрывая точки, а касание, чтобы точку было видно. Касание вашего автомобиля, именно четкое касание неотъемлемой части, прикрученной к автомобилю, как кто-то там в двери собирался откручивать, не номером в руках автомобиля. Открытая дверь можно, там, багажник, растянутая лебедка нельзя, трос нельзя. И должно быть четко видно номер точки, оба касания и бортовой номер автомобиля. И лицо, естественно. В основном, точки стоят все так, чтобы у вас не было прерывания, там, какими-то деревьями, там, или что. То есть, все должно быть хорошо. Каждую точку, которая... Вот так тоже нельзя. А перчатки вообще можно? На Горгон Трофе я один раз за всю историю судейства, которое у меня было, там, человек зафотошопил взятие точки, он краской не коснулся. То есть, у него было две фотографии, которые дал сразу, а потом дал фотографию. У него на одной фотографии касания нет, а на второй точно такой же, рука длиннее на пол. И когда мы эти две вот так вот делали, у нас даже мемчик где-то был. Саша, перчатки можно? Перчатки можно, да, действительно можно, но не так, как показала наша. Без палки, перчатка должна быть на руке. Каску, каску, каску желательно... Я не требую от вас касок, не требую от вас вот этих железов. Но я вам скажу, что это ваше безопасность. И их наличие добавляет шансы вам не получить никаких... Пристегивайтесь обязательно, потому что в лесу дельфинов очень много. Я имею в виду покрытие называется дельфин. Не белых дельфинов? Да, белых дельфинов, серых, черных и так далее. Один только. Смотреть головой и крышу можно, поэтому пристегивайтесь. Что еще? Количество точек разобрались, да, там нету 101-102. Как говорится, нужно признавать свои ошибки. И вероятнее всего, где-то я уже вечером, когда был дома, обнаружил этот или в кармане, или что, но эти точки просто стерлись в носители, которые вот мы ставили. То есть они где-то есть. Если вы их найдете, ну, меня пляхан. Но координаты, к сожалению, я уже их не восстановлю. Я даже не вспомню, где их поставлю. Что еще? Ну, дальше, наверное, на вопросы на ваши отвечу, если есть. Как-то отличаются точки туриста? Вот, да, конечно. Точки ТР-1 начинаются на цифру 1-100, ТР-2-200-е точки, ТР-3-300-е, туризм-400-е. Самый главный утивишник, который стартует первым местом. ТР-2 и ТР-3 ваши точки. Ну, можно одну взять и... Ну, в принципе, да. Какой цвет? Для зачета. Все точки нанесены оранжевой краской. Все точки нанесены оранжевой краской. Я вас очень прошу, смотрите, свою ли вы точку берете. Потому что рядом есть точки других классов. То есть вот у вас написано точка там 415. Она должна быть 415, не 215, не 100, не 16. То есть вот сравнивайте. Потому что бывает, люди в агонии, случайно ТР-3-шную точку на туризм взял, привез результат вроде крутой, а не зачет. Понимаете? Поэтому... Взятьте точек чужих классов. Ребят, берите точки свои. Не надо брать чужих. Особенно выше. Потому что, возможно, вы крутые. Приедьте после соревнований их возьмите. Докажите всем это. Но если вы там застрянете, как говорят, у Сотских ты у задних надежда убил. Вот. То есть кто-то туда просто из-за вас не дает. А может, наоборот, сверху проще будет приема. Или так, да. Но это не точно. Ну и точно. Хорошо. Есть ли еще вопросы? Стартовая точка какая-то есть? Точка для калибровки ваших приборов находится вот на одном из деревьев. Вы можете... Точка лагерь, да? Старт-финиш. Ее фотографировать не надо. Возле нее фотографироваться тоже. Она сделана только ради того, чтобы вы могли проверить, что у вас правильно работает GPS-прибор. Дальше. Порядок старта. Старт будет общий, как всегда. Внезапный. Я опять не взял ружья. И он будет сейчас. Вот. Поэтому я, наверное, просто посигналю. В этот раз. Вот. Тут, кстати, косули я их не хочу пугать. Не буду стрелять. Я посигналю громко, длительно. Это будет обозначать старт. Финиш. Господа, здесь достаточно узко для финиша. Поэтому финиш делается таким макарным. То есть вы подъезжаете туда, куда вы можете. Хотите прямо сюда, хотите где-то в лесу. Но вот сюда под навес прибегает ваш штурман или член команды. Называет номер экипажа и говорит финиш. И в финишной ведомости мы пишем кто. У вас есть буквально 5-10 минут для того, чтобы вы могли сформатировать свои результаты в виде флешки. Или сразу принести моментально фотоаппарат для слива. Здесь будет стоять ноутбук и мы это все будем принимать. Телефона тоже можно? Насчет телефонов. Это требование было написано 14 лет назад. Тогда таких крутых телефонов не было. Признаюсь, я в следующем уже изменю этот момент. Но самое важное, почему это написано. Важно качество съемок. Чтобы мы не взматривались, а моментально смотрели. Так будет быстрее считаться результат. И четче будет, то есть адекватнее. И очень нельзя, очень, ну как бы мне приятно смотреть историю чужих фотографий. Но иногда есть фотографии, которые нам совершенно не нужно видеть. Поэтому в отдельную папочку и шнурочек. Чтобы я мог подключить и скачать ваш результат на ноутбуке. В ноутбуке есть слот для SD-карты, для microSD соответственно есть переходник. Есть шнур microUSB, Type-C, iPhone и так далее. То есть в принципе, если что-то там у вас особенное, можете прийти со своим шнуром и скачать результат. Саш, вода будет ТР-233? Возможно там по колену? Вода в лесу есть везде. Глубокой воды для того, чтобы вы замочились там или лазили по воде и так далее я не стал. То есть по колено где-то не море? Ну если вы где-то найдете, да. В принципе, все сделано так, что вы можете заехать на точку и выехать с ней. По сути, можно узнавать, но это не домашний раз. Еще вопрос, а если допустим мы фоткаем все на один носитель, сдаем полностью, а там возникает ситуация, что номер нечет. С другого носителя испорить это можно? Перед тем как сдать, проверьте свои результаты, у вас есть временные. Просто берите и прощелкивайте. Я это делал каждый раз, чтобы вы понимали. Я ездил на трофе рейды с Кэноном, с широким объективом. Для того, чтобы кушать в нос штурману, им все равно было все видно. Причем, дорогие. Маленькие, мы ничего не видим, нормально, ненормально. У меня нет задачи завалить. У меня есть задача вам максимально сделать комфортно и помочь. Просто если все-таки вдруг такая задача, что должна входить, то поверьте в регламент. Да, до шести. Восемнадцать, ноль. Шесть часов закрывается финиш. Мы вас все равно рады здесь видеть, в любое время. Но после шести мы не принимаем результаты. Или даже если принимаем, то они не идут за счет. Но принимать все равно можно. Только тем, кто не заходил. Открытый капот, открытая ляда и колесо считается? Открытый капот. Ну пресс покажи. На морозе. Бородача, где ж ты был? Пресс на морозе, он маленький просто.